В стране с 28 июня ставка рефинансирования снижается до 9,5% годовых. Такое решение принял Национальный банк. Сохраняется тенденция замедления инфляционных процессов. В мае потребительские цены снизились относительно апреля нынешнего года на 0,3%. Есть прогнозы, что показатель годового прироста не превысит 5%. В преддверии Дня независимости в стране проходит масштабный проект «Правовой экспресс». Нотариусы дают бесплатные консультации на вокзале. Не отказывают и пассажирам поезда, которые перевозят команду специалистов. В планах посетить все областные центры. Уже на старте отмечается повышенный интерес. Завершится акция 1 июля. Абитуриенты сдают ЦТ по химии. Заявку подали свыше 5,5 тысяч человек. Результаты централизованного тестирования можно узнать на сайте РИКС. Сертификат участники смогут получить там же, где проходила сдача. Главное при себе иметь паспорт, аттестат или специальный пропуск. Горожанин получил ожоги. ЧП произошло в пятницу во дворе частного дома. В процессе зажигания огня специальной жидкостью у 27-летнего парня загорелась одежда. Пострадавший доставлен в больницу. Всему виной неосторожность. В день города Науридского 94Б откроется спортивная площадка. А уже 1 июля на Уридского 137 появятся новенькие тренажеры. На Красноармейской 14 распахнутся двери нового дома семейного типа. С праздничной программой можно ознакомиться на сайте Бобруйского горисполкома.